Здравствуйте, еще раз. Здравствуйте. Вот сразу начнем, где-то около часа времени получается? Ну да, да, точно, у меня времени достаточно. Да, первый вопрос, когда вообще появилась идея переезда, если я правильно поняла, там сначала была языковая школа в Финляндии. Да, да. Вот можете сказать с самого начала, то есть откуда возникла эта идея, каким образом, как попали в языковую школу, если это был первый этап именно такой? Ну, идея появилась так, что, ну, я давно, как бы, еще, когда учился в ПГУ, Архангельском государственном, нет, нет, как называется, в Северо-Мортическом федеральном университете, да, с АФУ у меня были курс финского языка, я тогда выбрал, но это было просто такое решение, не сильно осознанное, но, в принципе, потом это в дальнейшем мне помогло в изучении языка. Ну, потом где-то в 2018 году, если я помню, была блокировка телеграмма, да, я подумал, что что-то, может быть, надо подумать, куда можно переехать. Ну, и стал изучать, какие варианты, ну, сам вот я с Севера, из города Наринмар, учился в Архангельске, поэтому стал искать такие похожие климаты в мире, что, возможно, вообще похоже на вот эту широту, и, соответственно, там была, там, получается, Финляндия, Швеция, Норвегия и Канада. Ну, и Финляндия оказался самый близкий вариант к России и самый доступный по обучению и по языку, соответственно, для меня тоже. Вот. И тогда я стал изучать, какие варианты есть, чтобы изучить язык и нашел языковую школу прямо в Финляндии, там обучение было недорогое, около 650 евро в месяц на тот момент, это был 2019 год. И туда включалось причем проживание в одноместном номере питания в течение рабочей недели и вот это курсы где-то по 4,5 часа в день. День каждый день, да? Да, ну да, по рабочей неделе. И вот, в принципе, это было не так дорого. Я взял отпуск на три месяца, там, накопил, ну, у нас два месяца отпуск. У вас на Ренмаре, да, получается, у тебя работа? Да, на Ренмаре там два месяца отпуска. Я, получается, за полтора года накопил три месяца и меня отпустили в отпуск, я там договорился с руководством. Соответственно, вот так я оказался в языковой школе. Ну, и, в принципе, этих трех месяцев такого интенсивного обучения достаточно, чтобы получить, ну, зависит от каждого, от языковых способностей, конечно. У меня уровень где-то был А2-2, ну, где-то А2-1, то есть где-то средний, то есть А уровень это начальный Б, это средний С, это уже там носители языка практически. Получается, А2, это, ну, выше, как бы, есть А2, есть А1-1, А1-2, А1-3 и, соответственно, также А2-1, А2-2 и А2-3. Получается, у меня был А2-1, ну, где-то средний уровень, из среднего, можно сказать. И он, в принципе, на тот момент, это достаточно, чтобы поступить на какую-нибудь такую рабочую специальность, например, как вот у меня, повар, либо там, например, пекарь, ну, как повезет, смотря, как сдать языковой тест и собеседование пройти. И там иногда хватает этого уровня, чтобы, например, на строителя поступить или на сантехника, там, на что-то такое, на сварщика, вот. И, ну, потом я еще вернулся в Россию, там, доработал 4 месяца и уже еще раз приехал в школу, еще чуть-чуть подучился, на всякий случай, хотя мне хватило этого уровня языка, вот. И потом вот уже поступил на повара в феврале 2020-го, вот. И учеба у меня началась с 23-го, если я правильно помню, марта 2020-го. Ну, как раз тогда, если вы помните, начался коронавирус. И у нас была такая первая группа, которая начала обучение, ну, как по удаленке. Ну, и у меня еще оформлялась все документы, то есть это, как сказать, разрешение на пребывание для студентов. Ага, то есть там еще нужно было оформить, да, вот, как студенческий статус какой-то или как это было? Да, 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 то есть это, получается, разрешение на пребывание для студентов. Там надо, для его оформления нужно поступить на учебу в Финляндию, собственно, предоставить документы и там заполнить заявление на эти все, ну, на это разрешение. Да, хотел спросить немножко еще про то, насколько было сложно именно поступить на специальность, то есть что нужно было для этого? Ну, в Финляндии, если брать обучение, вообще в целом, все образование бесплатно, если оно происходит на финском языке, в том числе высшее образование. Но, понятно, что на высшее учебное заведение гораздо больше конкурс, наверное, сложнее поступить. На рабочие специальности, например, как там, среднее образование, короче, легко, в принципе. Там единственное требование, получается, надо сдать языковой тест, то есть иметь достаточный уровень языка. Вот на простые специальности по ортеке, это где-то А2. И, получается, единственное требование знания языка, и надо пройти собеседование на финском языке и сдать языковой тест. Ну, вот, и, ну, как бы, язык финский, он входит в финно-угорскую группу языков. Ну, как в России, ну, например, в Ненецком округе немцы тоже говорят на финно-угорском. Ну, как и Коми, как и там Вепсы, венгры тоже входит в эту языковую группу. Ну, и это немного сложно, потому что у них там не предлоги, а послевлоги, соответственно. То есть, это были все-таки, ну, такие трудности именно в изучении языка? Ну, да. Ну, он очень, как бы, непривычный, и звучание его непривычное тоже. Ну, он еще очень быстрый такой, как бы, по крайней мере, как что-то слышала. То есть, носители языка говорят довольно быстро, но постепенно, как бы, понятное дело, через несколько лет уже втягиваешься. Ну, и вообще такой занятный факт, что, например, Толкин использовал финский язык как основу для эльфийского языка, который он придумал. Вот. Ну, про языка, что там было, вопрос? Нет, у меня был изначально вопрос про то, что нужно было для поступления, но я вот поняла, что языковой тест, и дальше уже какие-то, ну, что-то профильное нужно было еще сдавать? Нет, 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 там только языковой тест и мотивационное собеседование, на котором, соответственно, они проверяют, зачем, например, тебе, если у тебя вообще мотивация, нужно ли тебе это. Например, если врач с высокой специальностью, например, какой-нибудь придет учиться на медсестру Фильняги, то ему скажут, зачем ты пришел, как бы, у тебя, если ты, например, подтвердишь свое образование, там, пройдешь другую процедуру, тебе не нужно учиться на эту специальность, потому что у тебя, как бы, нет необходимости. Ну, то есть там проверяют то, что образование бесплатное, им нужно сделать так, чтобы колледж не терял просто на тебя время и деньги, что ты точно будешь учиться, чтобы отсеять, как бы, людей, которые, может быть, ну, условно, пришли туда по ошибке, или, может быть, им что-то другое посоветуют. Ну, я вот сказал, что все, у меня цель переехать, получить образование, здесь работать. Они говорят, все отлично, это зачислено, там, спустя какое-то время приходит ответ. Ну, и еще особенность такая, что там есть постоянный набор, то есть можно начать учиться, ну, практически любое время года, кроме там, вот, июня-июля, может быть, самых каникульных месяцев, вот, и выпуститься также в любое время года, как и я вот сейчас выпустился, 18 марта. А, то есть совсем недавно, вот, официальное получение? Да, да, ну, да, при этом, да, при этом работу я уже нашел, как бы, и там идет обучение неотребно от производства, так скажем. Я уже был на практике, получал деньги, наплачивая практики, и, по сути, у меня же работа есть, я сразу же перехожу с учебы на работу, и это легко очень делается здесь. Ну, это какой-то принцип у них, ну, вот, то есть у всех так, или это вам повезло, так скажем, найти на практике именно рабочее место уже? Ну, тут вообще, у нас, если обобщать, то где-то 3-2-3 месяца я был только на очном обучении, то есть в школе, ну, в колледже, а все остальное время у меня были практики. То есть это когда на практике, и когда руководитель видит, что ты хорошо устраиваешь его, например, по всем параметрам, и он просто тебе говорит, что мы тебя берем на учебный договор, то есть они заключают договор с колледжем о том, что у тебя как бы идет практика, но при этом тебе уже, ты трудовой договор заключаешь, и тебе уже платят деньги. Но для работодателя это выгодно тем, что он уже увидел твои навыки, что ты хорошо работаешь, но из-за того, что ты ученик, он может тебе платить не 100% зарплаты, минимальной, например, а 80%, ну, чтобы понимать, что минимальная зарплата где-то 10,5 евро в час. Ну, понятно, что налоги есть, но у студентов их практически нет. А вообще, ну, как бы изначально было какое-то желание вот эту профессию усвоить, или это просто вот, ну, потому что нужно было поступить на какую-то специальность? Предрасположенность к этому есть, если бы была. Ну, вообще, я как бы не умел готовить ничего такого, но я просто понимал, что мне нужна такая профессия, где будет как бы минимальная проблема, так сказать, сформулировать, сейчас подумаю, где языковые навыки, в принципе, не будут таким большим препятствием к моей работе. Ну, то есть там нужно выучить, в принципе, лексику, там, название всех предметов, там, столовых, ножей, там, прочие техники, название продуктов, ну, и, соответственно, конструкции, там, как задавать вопросы, что где брать, и потом, соответственно, начинать понимать, что тебе говорят. Ну, это все постепенно происходит тут, но потом, ну, я сначала так прикинул, что вот такая профессия, я пришел, попробовал, и я понял, что, в принципе, тут на любой профессии можно без особых, как бы, напрягов, так скажем, работать, потому что, например, в поварской деятельности я думал, что мне будет надоедать вот эти монотонные какие-нибудь нарез, нарезание, там, каких-то продуктов или какие-то монотонные действия, которые будут рутинные. Здесь очень большая степень автоматизации. Например, если, ну, то есть работодатель понимает, что если вот повар будет, по сути, не готовить блюдо, а там полдня нарезать что-то, он, например, заплатит повару вот такое-то количество зарплаты за, ну, как бы, вот это, нарезку. А также работодатель может просто заказать у кого-то производства уже нарезанные все эти продукты, и они уже приходят в нарезки, и ты просто их закидываешь, и не надо не тратить на это время. Плюс есть всякие машины, там, например, делать отбивные, там, несколько секунд, там, просто закинул кусок мяса, оно сделалось сразу, не надо вручную отбивать. Также есть машина для, там, если надо сделать пюре, туда просто закинул вареную картошку, ну, разваренную, как следует, там, залил сливки, воды, отключил, она тебе сделала пюре, там, за несколько, буквально минут, за минуту, может быть, и все, и его достаешь. Благодаря этому исключаются всякие вот эти монтонные процессы, уборка очень легкая, там, все полы, как бы, у них есть сливы, просто полил водой, там, моющим средством, прошел с щеткой, и потом таким скребком все это убрал. Например, уборка всей кухни может занять всего лишь две минуты, там, то есть, ну, это если поло говорить. И, в принципе, вот, за счет этого, ну, и постепенно я втянулся. Я вот раньше в России был журналистом, сидел, вот, у меня была такая проблема со спиной, что целый день за компьютером, а тут, наоборот, как бы, целый день на ногах, и устаешь физически, а не морально, то есть, ну, как сказать, мозг у тебя, в принципе, свежий. Приходишь домой, посидел, там, ноги отдохнули, а так можно уже, например, заниматься своими делами, что-то изучать сразу же. То есть, иной тип, как бы, нагрузки и удовольствие от работы, например, журналистом материалом на сайте или, там, в газете. А тут ты сразу же сделал блюдо, его уже несут, там, клиенту. То есть, результат труда сразу виден, ты удовлетворяешь базовые потребности людям, ну, то есть, то, что еда – это базовая потребность. И, ну, то есть, удовольствие от работы, в принципе, даже, может быть, в чем-то больше не хочется. И есть всегда чему, как сказать, самосовершенствоваться, потому что всегда надо, можно увеличить скорость работы, можно сразу несколько будет готовить, там, вот эта многозадачность. Ну, то есть, как бы, нет такого простой, нет рутинной работы. Есть всегда, что придумать, как сделать, как улучшить, как оптимизировать. И, вот, я, в принципе, получаю удовольствие довольно большое от работы, и я не ожидал сам, что я так тянусь в эту профессию. Ну, то есть, сейчас пока каких-то планов, намерений возвращаться, там, попытаться вернуться в профессию, которая, там, ну, вот, изначально была, нет? Или это даже, в принципе, в данном этапе не сильно возможно даже? Я просто понимаю, что уровень языка, ну, у меня, я русский-то язык вот столько лет изучал, грубо говоря, чтобы заниматься профессией. И, соответственно, мне надо еще десятки лет, можно потратить, чтобы именно на изучение языка, чтобы снова вернуться в журналистику только в Финляндии. Ну, и это не очень целесообразно в этом плане трудозатрат. И ничего страшного, я, как сказать, мне, в принципе, немножко поднадоялась эта работа, и нет такого прям желания сильно вернуться. Ностальгии какой-то по профессии. Нету, да. Наоборот, я, мне нравится, я, может быть, еще через 6 лет, например, поменяю профессию на другую. То есть, в принципе, там многие вот так вот какое-то время поработают в одной и меняют, или это как бы больше? Ну, да. Вот я где сейчас в стейхаусе работаю, и там был начальник какой-то период, ну, он для меня ушел, и ему там 50, что ли, лет, и он работал, у него стаж работы в этой сфере поваром, по-моему, 20 лет, 20 лет только он в одной фирме работает, где вот я был. Но он взял, пошел, тут есть такое, как это, open to up, то есть можно спустя какое-то время пойти, взять учебный, оплачиваемый отпуск и пойти учиться на другой профессии. Он пошел учиться на сантехниках, потому что сказал, что там зарплата выше, почему нет? И в колледжах здесь ограничения по возрасту 55 лет для поступления, по-моему, либо вообще их нету, я вот точно не могу сказать. Но суть в том, что там очень много взрослых групп. У нас, например, группа была только из людей, которые уже где-то 25 плюс, условно, не было никаких школьников. То есть они отдельно делают группы взрослых, отдельно группы, которые после школы приходят. И, соответственно, вполне комфортно учиться. А там, получается, вот группа в колледже именно, там были финны в основном или вообще из разных стран, может быть, тоже? Да, там финнов в моей группе где-то было человек 4-5 из 12, ну, то есть, соответственно, около 45 процентов. Были, у нас трое было и четверо из России, и были из Таиланда двое, и, по-моему, из Индонезии. Ну, то есть, соответственно, около половины студентов здесь иностранных. В этой сфере Финляндии большая нехватка кадров, и очевидно, что они поэтому и так упрощают для студентов поступление, перевес, потому что, ну, с финским образованием ты уже здесь будешь работать по финским стандартам, а потом уже и работу легче найти. Чем? Ну, гораздо сложнее найти сходу работу, прийти как бы с улицы, потому что, может быть, у тебя нет языка, но такие случаи тоже бывают, это гораздо сложнее, поэтому я выбрал такой более проверенный путь. А вот из России вы с вами учились, получается, тоже просто переехавшие недавно, или они там меняют уже профессию? Ну, двое русских было, которые здесь уже давно находятся, здесь уже со всеми документами, так скажем. И я и еще один русский были, которые приехали именно на учебу. Вот, получается, был тогда одобрен статус вот такой студенческий, да, а сейчас как-то меняется уже на рабочую какую-то, как это рабочая виза, или как вот там вот этот весь процесс? То есть сейчас работаем как по рабочей визе, или как правильно? Да, сейчас, получается, учеба у меня закончилась, я нашел работу, трудовой контракт, там надо зайти на сайт Enterfinland, заполнить несколько там анкету, приложить трудовой договор, приложить диплом, что выпустились, ну, и, по-моему, скан паспорта, и все. Ну, и там какие-то заполнить данные, работодатели о себе, и отправить, соответственно, в миграционную службу. Они в данный момент рассматривают мое заявление, но у меня документы пока действуют предыдущие, и я спокойно могу работать и ждать решения. То есть там какие-то ограниченные, в принципе, эти сроки, вот, ну, если, в принципе, статус уже другой, получается? Да, 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 у меня был статус Б, как бы, когда я был учеником, сейчас будет статус А, это тоже все те же права, что и у гражданина Финляги, просто нету паспорта и нету права голосовать. Ну, и, соответственно, нету права еще путешествовать. Финский паспорт, он, по-моему, самый лучший, один из самых лучших в мире для путешествий, 146 стран без виза, в том числе Соединенные Штаты, Великобритания и так далее. А то есть теперь вот вообще получить финский паспорт нужно, то есть сколько-то лет проработать или какие там вот критерии? Там критерии от 4 года до 5 лет, по-моему, надо проработать по рабочей визе. Пока в планах проработать получается, да? Да, да, соответственно, да. Ну, то есть у меня будет сейчас просто рабочая виза, вот я наберу достаточное количество стажа, так скажем, проживания в Финляндии, да, и потом подаваться, можно подаваться. Но это не обязательно, кто-то живет без финского паспорта здесь. Ну, у вас-то в планах пока вот именно так? Да, у меня пока такие, да, да. Так, вот хотела... Так, что спросить? Хотела. Вот, в принципе, может быть, общаетесь уже, наверное, с кем-то из Финляндии, да, ну, с местных жителей, как вообще строятся отношения, то есть как они к русским относятся в целом, то есть какое-то сложилось впечатление о том, как они относятся к, не знаю, к русским, допустим? Ну, вот я живу в городе Йонсу, это столица Северной Карелии, ну, вот финской части. И тут город Петрозаводск, в принципе, не так далеко. И тут приличное количество русских, как бы, мы тут не являемся, так сказать, редкими. Я, как сказать, не заметил, ну, то есть вполне нормально относятся. Там все, как бы, в основном индивидуально. У них такой подход, что как бы все зависит от того, какой ты человек, как ты себя ведешь, как бы, нет, ну, очень малого количества людей, может, я вообще их даже лично не встречал, может быть, только слышал, которые как-то вот негативно относятся, уже предвзято, так сказать. Но большинство относятся, ну, смотрят, на самом деле, просто на тебя. К тебе как конкретному человеку, а не как представителю там. Да, и тут как бы плюсы, вот сейчас, понятное дело, в связи с ситуацией в мире были куча новостей, что вот там русских условно не любят. Но я такого вообще не встречал в отношении себя точно, потому что тут и на государственном уровне тут премьер-министр говорил, что, как бы, русские здесь и русские, они имеют отношения к тому, что происходит, условно. Это заявляется на государственном уровне. Потом там сказали, что вот там уполномоченный по правам человека или там какие-то организации, если что, вы можете в них обратиться. И тут вообще, как бы, плюс Европы в том, что тут одинаково относятся ко всем. Будь ты хоть из Сирии, хоть из Африки, хоть из России, независимость от, так скажем, ориентации или политических взглядов. То есть в этом плюс, что тут одинаково, как бы, нейтрально и принимают всех, так скажем. Ну, как бы, если ты сам себя как-то ведешь определенным образом, это индивидуально с тобой уже будут, видимо, корректировки отношений в твою сторону. То есть какого-то общего такого мнения о всех людях. Каждого просто рассматривают как отдельную единицу и ценивают их. Да, тут люди путешествуют, они же видят, что, как бы, нельзя, как бы, из-за одного человека, как бы, всю нацию, скажем так, условно, в черный список носить. А в целом вообще со всей этой ситуацией что-то поменялось? Может быть, не знаю, собирались там в Россию приехать просто, ну, к там, к родным куда-нибудь, да, и сейчас не поедете? Ну, вот какие-то такие моменты есть или, в принципе, ничего не было? Ну, да, я пока просто исключил все поездки в Россию. Ну, я не особо собирался, но пока просто нет особо, так скажем, желания ездить в Россию уменьшилось. Я не знаю, сферы вообще, в принципе, жизнь, она, ну, вот, дороже, наверное, сравнимо с тем, что в России, но и зарплаты, соответственно, Да, тут просто, если брать расходы на мои, то в России, например, ну, как и в среднем, сейчас по статистике, 60% россиян тратят более половины зарплаты на еду. Здесь на еду уходит, там, 200-300 евро на человека в среднем. Зарплата при этом минимальная где-то 1500-1400, если брать на руки. Ну, там, в зависимости от того, какое количество часов работаешь, если брать полный рабочий день, то где-то вот такие цифры. Это самая минимальная зарплата. Соответственно, мы видим, что там 15-20% из них – это расходы на еду. На жилье, например, сейчас мы с подругой снимаем двухкомнатную квартиру. Это стоит нам 600 евро, ну, соответственно, на двоих, по 300 на каждого. Студенческое жилье я снимал, там были расходы 230 евро. Я жил в отдельной комнате, но было три комнаты в квартире, соответственно, до трех человек одновременно там жило, но большинство времени я там провел вдвоем, с моим знакомым русским соседом. Так что, в принципе, все было спокойно. Например, вот такие цены на жилье. Но если поступать в этот колледж, можно претендовать на бесплатное общежитие. Там, соответственно, размещение по два человека в комнате. И там приоритет отдается молодежи после школы. Ну, поэтому я не получил так легко. Ну, я не стал переподаваться, я бы мог, в принципе, получить место там. Но у меня не было такой, как бы, напряга с деньгами. Соответственно, если есть бесплатное жилье, оплачиваемое колледжем, то там в миграционную службу у них требования к тебе, ну, кроме того, что ты поступил, ты должен предъявить достаточное количество средств на проживание. Если у тебя нет бесплатного жилья, то есть когда ты будешь сам оплачивать, там требование, по-моему, 6720 евро, если сумма не поменялась с того времени, в год у тебя должно быть. Что, ну, понятное дело, довольно много. Если есть бесплатное общежитие, ну, то есть уже заранее есть какая-то бумага, которая тебе подтверждает, что тебе дадут общежитие, то там требование снижается, по-моему, больше, чем в два раза. Это около 2500, может быть, евро в год, соответственно. В целом, как бы, большой круг общения уже сформировался какой-то, может быть, там, с местными жителями. Еще говорили о том, что, в принципе, много русских, да, то есть, может, больше общаетесь с русской диаспорной, так скажем. Ну, так и сложилось, да, что я нашел в основном круг общения из, как сказать, из русских. Но все равно довольно часто там где-то в барах общаюсь с финнами, да, без проблем. Ну, у меня как бы легче общаться, потому что я знаю достаточно хорошо английский. Я просто перехожу на английский и, как бы, в личном общении больше использую английский с финнами. Ну, на работе обязательно, и на учебе обязательно использовать финский. Поэтому финский у меня большее знание такое, как бы, профессиональный финский. Ну, как бы, в моей сфере только. Ну, а вот какие-то общие, обобщенные темы мне уже сложнее, так сказать, разговаривать. Но я замечаю, что с каждым месяцем, с каждым годом у меня улучшается понимание. То есть, я понимаю уже, о чем финны говорят, и могу хотя бы как-то сказать что-то на финском, если вдруг кто-то не говорит на английском. А, в принципе, было вот на первых порах тяжело. То есть, все равно же, ну, понятно, что была языковая школа, да, то есть, там хоть какое-то погружение было. Но вот именно в профессиональный, когда путь начался, да, вот было ли сложно погружаться именно в такую среду все-таки? Да, конечно, я просто в первые дни сидел, и там преподаватель что-то объясняет, что мы сегодня готовим, какие блюда, какие там особенности, какие там вариации можно сделать. Ну, там, я ничего не понимаю. Просто сижу, ну, как бы, какую-то часть понимаю. Ну, потом просто плюс этой практической учебы, что вы, ну, он объяснил, а потом вот отдается вам рецепт, ну, его можно, во-первых, там, как-то перевести с помощью современных технологий, и дальше просто уже берешь, там, шаг один такой. Тут понятно, шаг второй, непонятно. Спрашиваешь преподавателя, ну, уже простым языком он спрашивает, он тебе простым языком отвечает, что нужно взять, там, сделать, там, какие процедуры, так скажем, требуется провести. Ну, вот, и так, там, тут очень важная, как я сейчас понял, вещь. Тут также закреплено, что законодательно, что уровень языка не должен быть препятствием, ну, то есть плохой язык не должен быть препятствием в обучении. То есть задача преподавателя тебе объяснить буквально хоть на пальцах, ты не понимаешь, ну, понятное дело, они отбирают хотя бы людей с минимальным знанием, хотя бы, и так и есть, вот, знание не очень высокое, но постепенно, пока вот ты делаешь шаг за шагом, у тебя вот условно проходит два года, как минимум, если ты уже с высшим образованием, или три, если ты после школы, за это время этого обучения ты набираешь вот эти слова, и к выпуску ты уже, в принципе, все знаешь. На это идет расчет. Какие сейчас перспективы именно в этой профессии развиваться? То есть что-то есть, мысли, как дальше двигаться? Тут очень много вариантов, как бы, всегда развития, можно, если есть желание. То есть пока у меня желание, я так подустал учиться, просто поработать, как бы, набрать, может быть, того же финского языка, ну, набрать опыта, потому что опыта всегда в этой сфере не хватает. Ну, а потом можно, вот, например, я вижу три пути сейчас, если я хочу продолжать образование, ну, даже больше. Я могу пойти там на специальный срестономия, это типа ресторанный бизнес и отельный бизнес. То есть продолжить мое образование, пойти уже на что-то другое, например, не только в ресторанах, например, могу в отеле работать, в отельном бизнесе. Можно получить специализацию более узкую, например, диетический повар. Заниматься там, например, какой-нибудь, работать в какой-нибудь больнице, там у кого-то определенная диета, например, без глютена, там, без молока, и ты уже разрабатываешь или делаешь индивидуально каждое блюдо под их запросы. Потом что-то там еще было. А, шеф-повар, можно, соответственно, доучиться прямо на шеф-повар. И можно, например, в мой же колледж я могу вернуться, добрать какие-то курсы, например, управленческие, и уже стать, например, управляющим кухней. Ну, понятное дело, пока проблема в языке, но, в принципе, если я захочу, вот как мой начальник на работе, я у него спросил, у него такая же специальность, что у меня. Просто он несколько раз ездил и доучивался, и теперь вот он там главный руководитель кухни. И, соответственно, зарплата другая, и статус другой. Так что тут все это легко, и всегда есть чему учиться, и, в принципе, это бесплатно главное желание. То есть, в принципе, даже доучиваться, это вариант, возможно, именно бесплатного, да? Да, тут очень гибкая система образования. Можно просто пойти, например, захотел я работать в Варе, мне нужен там курс, получить там допуск, ну, там определенный допуск нужно иметь, и пройти практику в этой сфере. Я сходил, там, например, три месяца поучился, и все, у меня есть эта специальность, я иду работать. То есть, я доучился на что-то, и уже этим занялся. А вот, да, про город еще хотела немножко поспрашивать. Он же какой-то не очень большой, я так понимаю. 75 тысяч населения. Выбрали его, получается, ну, чисто потому, что там этот колледж, или как еще были критерии? Ну, критерии, я пытался поступить сначала в Оуу, это вот тоже довольно северный город Финляндии, он недалеко от Роуаньеми, ну, что, соответственно, рядом с Лапландией. Но там колледж, там, естественно, они, что я был не единственным русским, кто там был. И у них, я говорю, мне нужны, как бы, подтверждающие документы для миграционной службы, что вот я, как бы, к вам поступил. И они мне не могут выдать, как бы, там какая-то загвоздка, потом они куда-то не на тот курс меня записали, я такой, ладно, короче, тут не везет. Ну, а вот тут колледж в городе Йоунс, он называется Риверия. И у них концепция такая, что они берут больше студентов иностранных, ну, в том числе из России. И с русскими они уже, как бы, наладили работу. Тут, если что-то нужно, просто отправляешь, они уже знают, какие документы тебе нужны, тебе все приходит как бы быстро. Там даже какие-то уведомления. Есть куратор, который работает с русскими, там какие-то вопросы отвечает. Есть несколько преподавателей русских и либо финнов, которые знают русский. Ну, то есть тут, так скажем... Адаптировано так-то. Да, да, да. Ну, вот из-за того, что тут у меня не возникло никаких проблем при поступлении, как вот в ООО, я волей и судьбой оказался здесь. Ну, как в самом-то... Колледж Риверия находится в городе Йоунсу, также он в ближайших городах Лиекс, Нурмес и, по-моему, в каком-то еще там... А, то есть в нескольких городах представительства. Да, это как бы объединение колледжей, более маленьких, все это называется Риверия. Ну, а вот то, что город такой не очень большой, это как бы больше плюс? То есть не кажется, что он выглядит и, может быть, какой-то менталитет у местных жителей как такого провинциального города более... Нет, нет. Это вот столица региона, ну, соответственно, как Архангельская в данном случае аналогия. Ну, просто из-за того, что Финляндия население 5,5 миллионов населения, тут пропорции другие. Маленькие города здесь считаются, там, 10 тысяч населения, а 75 тысяч населения, это уже такой средний город, как бы. Потому что Хельсинки, по-моему, официально 40 тысяч... 400 тысяч, 450, по-моему. Но там агломерация идет Хельсинки, Ванта, Эспо, и там уже полтора миллиона, по-моему, в трех городах, как бы. Поэтому такие цифры тут. И из-за того, что это столица региона, все вообще сервисы, которые надо, там, любые, там, магазины, не знаю, все, что можно придумать, что-то, что нельзя найти в маленьком городе, например, где-то 10 тысяч здесь. Здесь есть, ну, все, что нужно. Соответственно, это еще плюс студенческий город, тут, по-моему, 25% населения студенты. Если не больше даже. И, ну, соответственно, ночная жизнь, если кому-то это интересно, тоже есть. Это инфраструктура, вот эта вся... Да, да, все, что нужно, магазины, как бы вот, как обычный, хороший европейский город. Хотела еще немножко уточнить по поводу обучения в техникуме, получается, сколько оно по времени длилось? Как нужно было для того, чтобы уже начать работу? Тут я уже говорил, что есть две схемы. Если после школы, либо у вас уже какое-то есть образование в России, например. Например, как у меня был университет, я перевел свой диплом на финский язык, ну, либо можно на английский перевести, и приложил его припоследствии. Он посмотрел, какие у меня есть предметы и перезачел мне часть предмета. Естественно, из этого мое обучение, так скажем, ускорилось около, примерно, на полгода. И, в целом, оно очень, обучение у меня прошло, заняло полтора года, но из-за того, там, первые где-то полгода я еще просидел в России из-за коронавируса, ну, официально оно длилось, получается, два года. А, то есть, получается, после поступления часть обучения еще была онлайн именно из России, правильно? Да, да, там была какая-то очень минимальная такая, очень мало заданий было, очень мало баллов учебных я получил в то время. Но, по сути, если брать очную, я закончил за полтора года этот курс. Но это я после университета. Если человек после, например, девятого класса или одиннадцатого класса, то тут ему придется больше учиться, вот эти предметы не перезачтут, и для учеников после школы обучение длится три года. Ну, это официально. Можно быстрее закончить тут все очень гибко. Также можно с преподавателем договориться, чтобы он какие-то курсы там выбрал определенные, что-то сделать побыстрее. Там вот учебный план, ты свой составляешь индивидуально. Можно выбирать даже сферы. Например, я как повар мог также взять какие-нибудь предметы у официантов, которые для официантов идут, и мог бы также работать официантом. То есть сделать свой профиль шире, это все индивидуально можно как бы выбирать. Главное — набрать нужное количество учебных баллов из вот этих предметов. Можно взять курс, там, с Амелье, например, у меня был курс, который предусматривает работу в баре. Я прошел вот этот теоретический курс, но просто когда я нашел уже место работы, мне оказалось, что практику я не могу пройти в моем стейхаусе, потому что он как бы не подходит под критерий вот этого бара, так скажем. И мне просто преподаватель такой, ладно, убрал этот курс, поставил другой, и я также стал получать, ну, продолжать уже оплачиваемую практику, просто официально по другому курсу. То есть все очень гибко. Сейчас получается заплата тоже вот такая примерно, да? Вот вы говорили, 1200, 1400? Ну, сейчас у меня 10,5 евро в час. Налоги там около, я так подозреваю, 25%. Ну, зависит от часов. У меня 30 часов в неделю сейчас загрузка. Минимальная, может быть, больше. Тут всегда дают договор в зависимости от минимальной загрузки, которую может гарантировать работодатель, потому что если он даст, например, тебе с договором 30 часов, а ты, но по факту их не будет, то это нарушение законодательства. Поэтому они дают хотя бы 30, а потом, если надо больше работать, то дают, например, больше, там, 40 часов в неделю. То есть это работа-то как вот строится на ежедневных, ну, вот 5 дней в неделю, 2 выходных, или как-нибудь посменно? Нет, ну, работа повара, ты работаешь, когда все отдыхают. Выходные, пятница, суббота, воскресенье, самые такие загруженные дни. У нас как бы усиленные смены, больше поваров, потому что больше загрузка. И у нас ресторан находится в таком, ну, в торговом центре «Призма», довольно крупном здесь, ну, самом, наверное, крупном в городе. И проходимость очень высокая, особенно во время выходных. И да, просто основные выходные ставят на рабочие недели. Ну, особенно с профессией. Зато, в принципе, мне тоже нравится, нет приязки к пятидневке, как бы другое ощущение от жизни. В субботное время вот какие-то, может, появились там увлечения уже местные, чем занимаете субботные часы, дни? Ну, тут, наверное, стоит отметить вообще инфраструктуру, что тут очень много пешеходных и велодорожек. Хорошо очень гулять. Тут и Йонс, это вообще, по-моему, имеет статус самого зеленого города Европы, то есть он как бы встроен в лес. Сейчас я, может быть, даже скину несколько фотографий. То есть тут сосны прямо за окном и ощущение, что ты живешь в лесу. И выше ходишь, гуляешь, птички поют, солнце светит. Ну, это прогулки. Очень много мест для, как сказать, организованных для отдыха, например. Места для гриля есть общественные. Там уже лежат дрова. Можно прийти просто пожарить сосиски просто так. И местные муниципалитеты, где все дрова завозят, чтобы там, не знаю, никто там не разбирал другие деревянные конструкции по дровам. Ну, все это бесплатно, получается? Да, все это бесплатно. Не всегда, конечно, дрова удается найти, если время, например, когда хорошая погода, бывает, эти дрова уже израсходы. Ну, можно пить в магазине также, там, пакет дров этих. Ну, то есть, такие, как бы, наслаждения. Особых хобби таких пока еще не появилось. Вот прям, чтобы чисто финских. Но вот это называется, так скажем, хайкинг. Можно гулять по каким-нибудь. Гора много, инфраструктура, всякие тропы там, места. Можно уйти в лес, там, где-нибудь найти место с хорошим видом, так же, вот, пожарить сосиски. Еще хотел, наверное, не очень много времени, да, с нас? Нет, у меня времени есть. У меня достаточно времени. Хорошо. По ковиду сейчас, то есть, какие-то действуют ли ограничения? Вообще, чувствуете, что он еще как-то присутствует с нами? Потому что у нас-то как-то особо уже мы его и не замечаем, так скажем. Как у вас? Ну, вот, главное, что я заметил, это вот, и, ну, вообще, эта концепция, наверное, отличает Финляндию от России. Тут концепция социальной ответственности. То есть, тут, условно, это выглядит так, что никто из финнов не хочет что-то сделать, чтобы это стало угрозой для других, как бы, жителей его страны. Соответственно, выходит рекомендация, тут нет, никто никогда не может обязать, обязательно, как бы, носить маски. Тут просто выходит рекомендация. Рекомендуем носить маски, там, в магазинах, там, и прочих местах. И все просто дружно начинают их носить, как бы, как по щелчку. Я узнаю иногда, что эти ограничения ввели просто, когда все начинают в них ходить. И сейчас вот так же ситуация, в принципе, спокойная, но люди до сих пор продолжают носить маски. Это не является никакой обязаловкой, это все добровольно. Также при прививке здесь добровольно, там, по-моему, около 80% населения привито, и там, учитывая, 60 или 70% уже третьей дозой. Так что, в плане коронавируса тут, поэтому это помогает сильно сдерживать распространение вируса. Ну, плюс тут все всегда следят за новостями, подает повышение заболеваемости. Ну, вот последний раз это было, по-моему, в январе. Да, в январе вводили локдаун, как бы, вот из-за как раз нового штамма омикрон. И какое-то время у нас в ресторан можно было только прийти по QR-коду о вакцинации. Это продлилось там недели две, по-моему, а потом это отменили. Но в целом люди сами сократили свои походы в рестораны. У нас сразу упала посещаемость, и у нас также, как сказать, сократили количество поваров на сменах, потому что не было такой загрузки. Ну, вот, то есть такие ограничения периодически вводятся здесь по обстановке. И это все делается также на уровне региона, не на уровне, то есть смотрят по регионам. У нас сейчас в Северной Карелии заболеваемость низкая. Например, в Хейстинге там, понятное дело, много людей. Там все время какие-то ограничения действуют. Здесь их не так часто вводят. Это, в принципе, просто самосознание у людей. Да, да. Ну, как-то социальная ответственность, да. Да, да. В принципе, я вот основное все спросила, то, что хотела. Если какие-то у меня будут уже вопросы по тексту, я на WhatsApp напишу, если там какие-то дополнения будут. Спасибо большое, что время уделили. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...